Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Номер 8 из раздела «Что мы знаем о дробях?» Приводим к наименьшему общему знаменателю дроби. 3 пятых и 1 четвертая. Наименьший общий знаменатель данной дроби будет 20. 3 пятых мы должны домножить числитель и знаменатель на 4. Получается 12 двадцатых. 1 четвертую мы домножаем на 5 числитель и знаменатель и получаем 5 двадцатых. Мы привели две дроби к наименьшему общему знаменателю. Он равен 20. Решение В. Рассмотрим две дроби 3 седьмых и 2 пятых. Данные дроби мы будем приводить к знаменателю 35. В первой дроби домножаем числитель и знаменатель на 5. Получаем 15 тридцать пятых. А во второй дроби домножаем на 7. И получаем 14 тридцать пятых. Рассмотрим тридцатый пример. Пример В. 3 шестнадцатых и 3 вторых. В данном случае мы будем приводить к знаменателю 16. Для этого нам нужно лишь вторую дробь домножить на 8. Она будет равна 24 шестнадцатых. Задание Г. 3 двадцатых и 7 десятых. Здесь мы будем приводить к знаменателю 20. Для этого только вторую дробь мы будем умножать на 2. Получим 7 умножить на 2 это 14, а 10 умножить на 2 это 20. У нас получилось 3 двадцатых и 14 двадцатых. Мы привели две дроби к наименьшему общему знаменателю. В данном случае он равен 20. Пример D. 3 четвертых и 5 шестых. В данном случае мы будем приводить к знаменателю 12. Первую дробь мы будем домножать на 3. 3 на 3 это 9. 4 на 3 это 12. 9 двенадцатых. А во втором случае домножать на 2. 5 умножить на 2 это 10, а 6 умножить на 2 это 12. У нас получились дроби 9 двенадцатых и 10 двенадцатых. Последний пример. 7 двенадцатых и 5 восьмых. Здесь мы будем приводить к знаменателю 24. Домножим числитель и знаменатель на 2 в первом случае и получим дробь 14 двадцать четвертых. А во втором случае мы будем умножать на 3 и получим 15 двадцать четвертых. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.